Мы находимся на форуме магазин 2021, у нас в кадре соорганизаторы, люди, которые готовили деловую программу, отвечали здесь за сцену, практически директор сцены, можно сказать, Наталья. Наталья, как вам мероприятие? Дайте свои оценки с высоты сцены. Как вам здесь? Вы знаете, конечно, для меня первая модерация, когда тысяча человек в зале, это впечатляет, особенно с такими большими перерывами, когда мы не могли собирать большие аудитории и особенно понимая, что подобный контент мы уже готовили год назад и не смогли его провести. Поэтому я, конечно, очень рада, что наконец это состоялось. С точки зрения, скажем, сложно ли было подбирать контент? Нет, несложно, потому что здесь аудитория малого ритела, которая, к сожалению, оставаясь в своей такой, знаете, коконе, недополучает очень много информации. Хотя вроде как мы, как тот же профессиональный портал, да, retail.ru, мы столько вроде собираем, генерируем, но проявлять интерес, мы не можем заставить человека читать, мы не можем заставить человека интересоваться, мы можем только создавать его и доставлять до них, да. Я бы, конечно, очень хотела, чтобы коллег, которые сегодня были именно в аудитории, мы чаще встречали на страницах наших сайтов, скажем так. Как тебе аудитория? Сюда пришли ритейлеры, они все голодные, соскучившись по контенту. Как тебе, вот люди, которые очень долго скучали, та тысяча, которая вот сидела в зале, как тебе эти глаза? То есть они голодны, да, или они за каким-то пришли инструментами помощи, может быть, не обязательно за знаниями? То есть вот чего тебе, по твоему ощущению, им хотелось бы, с чем уйти отсюда? Ну, то, что какие темы точно зашли, мы уже наблюдаем, что тема персонала и управления, она настолько горяча оказалась, что спикер, который эту тему докладывал, она во всех перерывах была полностью окружена вниманием, и коллеги от нее, посетители этого форума не отходили. Но надо понимать, что аудитория форума – это люди, которые владеют небольшим количеством магазинов, чаще один-двум. Вот мы снимали, когда статистику, действительно, это люди, которые не владеют большим количеством. И, соответственно, для них даже базовые инструменты, которые мы здесь представили, категорийный менеджмент, мерчендайзинг – это те инструменты, которые им однозначно интересны, и главное, чтобы они их внедряли. Сейчас идет еще финальное выступление, и я точно вижу, что такие инструменты, как СММ, ну, соцсети, да, и как просто управление трафиком реальным, да, сейчас ЕМШНЕСКО выступает, они точно интересны аудитории, и коллеги пока что впитывают знания, но я уже вижу, с каким интересом это все впитывается. Отмечу, все сидят, все время полные залы, даже учитывая, что мы распределились со второй половины дня на два зала, надо видеть, насколько никого практически во время выступлений мы не видим в холле, то есть все сразу же, как только начинается выступление, уходят именно в зал, и это круто, это прям замечательно, значит, они действительно приехали, чтобы впитать этот контент, который мы подготовили. За время ковида за прошлый год все люди научились поглощать интернет, знания, информацию и так далее. Как тебе кажется, почему такие форумы оффлайновые по-другому воздействуют или по-другому преподносят информацию, нежели вот они целый год сидели дома, вот этот вот невозможный интернет, который уже всех устал, то есть почему такой формат взаимодействия или потребления информации, или взаимодействия друг с другом, он остается быть ценным и остается быть важным? Все-таки мы люди, и история про обмен энергиями на человеческом уровне, когда мы рядом находимся, мы никто не можем отменять. Я на самом деле благодарна последнему году за то, что очень большое количество людей узнали о таких инструментах, как Zoom, Skype, и же с ними, научились ими профессиональным образом пользоваться. Но я трезво понимаю, что иногда часовой разговор по Zoom с легкостью заменит 10-минутную встречу, потому что люди, посмотрев глаза в глаза, решают быстрее эти задачи. Но надо понимать, что мы научились все дружно сейчас использовать и то, и другое, это круто. Реальные встречи нельзя отменять, они должны быть. И сейчас здесь мы можем с легкостью, не перебивая друг к другу, поглядев глаза в глаза, очень многие вещи просто узнать о человеке, потому что он вот так двигается, так ходит, и именно к нему я хочу подойти и задать вопрос. И вообще эта возможность прикоснуться к тем спикерам, которые сегодня работали, это в Zoom, ну честно, невозможно. Не каждый человек найдет себе смелости перебить спикера во время Zoom. Не каждый человек найдет смелости задать вопрос, который будет казаться, может быть, другим глупым, да, а ему вот он действительно наболешь, а он в кулуарах спокойно может задать. И не каждый человек может в соцсетях написать интересному ему человеку, но здесь он реально может зацепиться глазом и в итоге все-таки задать этот вопрос. Так что оффлайн и онлайн мы не будем противопоставлять. Давайте сочетать его в жизни так, чтобы для вашего бизнеса это было в целом успешно и, как это, чтобы эффект от онлайна, он действительно очень хорош, но оффлайн, боже, как хорошо, что он вернулся. Вот такая экспертиза звучит в стенах CMT, не переключайте это с форум магазин 2021, скоро новый гость.